Эми Хармон. «Потерянные сердца». Посвящается моему мужу, прямому потомку настоящего Джона Лоури и вождю Вашаки, который предсказал, что о нём будут писать книги. Пролог. Наоми. Колесо развалилось. С тех пор, как мы отправились в путь в мае, это случалось уже не раз. То ось отвалится, то обод треснет. Сейчас перед нами лежит долгий путь через сухую землю, где нельзя дожидать животным попастись. Не лучшее место для стоянки. Однако выбора у нас не было. Папа и мой брат Уоррен уже много часов возятся с колесом, а мистер Бингам помогает им. Уилу и Уэбу велено высматривать Уайта и Джона, но стоит ясный, солнечный и тёплый день, так что мальчишки играют в прятки среди камней и колючих кустиков шалфея, гоняясь друг за другом. Я им не мешаю. У меня нет сил, чтобы ругаться или искать им занятия получше. Уилу держит в руках лук, подарок Джона. Я смотрю, как мой братец целится в воображаемого врага. Стрела срывается с тетивы, свистит в воздухе и летит куда-то вниз, во враг. Уилу уверенно и метко выпускает ещё несколько стрел, а потом ныряет за очередной каменистый выступ. Вэб следует за ним по пятам, как верный щенок, с нетерпением ожидая своей очереди. В последние несколько недель почти всё время светило солнце. Я бы не отказалась от прохладного ветерка или даже снежных хлопьев, которые можно поймать языком, хотя зима совсем не подходит для путешествия в повозках. Младенце тоже не подходит, но прямо сейчас Элси, жена Гомера Бенгама, рожает лёжа в своей повозке, пока мужчины пытаются починить нашу. Караван ушёл вперёд. Нас обещали подождать у ручьёв, до которых якобы всего день пути. Нужно только догнать остальных по колее. Мы и так уже на добрую милю отошли от основной колеи. Прошлым вечером пришлось свернуть с дороги, чтобы найти воду и пастбище. Вот тогда-то у папы сломалось колесо, а Элси Бенгам объявила, что ни шагу больше не сможет пройти. Ей всё равно придётся идти дальше. Не сегодня, но завтра точно. Придётся снова перебираться через перевалы и переправляться через реки. Когда мама родила малыша Ульфа, она уже на следующий день была на ногах. Я молилась, чтобы Бог послал мне сестрёнку. Как же я молилась. У мамы и так уже было четыре сына, а я не смогу оставаться с ней всегда. Мне двадцать. Я уже успела выйти замуж и овдовить. К тому же, когда мы доберёмся до Калифорнии, я займусь собственными планами. Маме нужна была ещё одна дочь. Те, что умерли в младенчестве, не считаются, чтобы помогать по хозяйству, когда я не смогу этого делать. Увы, мои молитвы не были услышаны. Господь послал маме ещё одного сына, а мне ещё одного брата. Но я недолго предавалась разочарованию. Стоило мне увидеть малыша Ульфа, который корчился, заливался плачем и боролся за каждый вдох, и я приняла его. Это был мой ребёнок. Наш. Часть семьи. Он так похож на тебя в детстве, Наоми, — воскликнула мама. А что, он вполне мог бы сойти за твоего собственного ребёнка. Мне и впрямь с самого начала казалось, что это мой сын, но, лишившись мужа, обременённая заботами о братьях, я не задумывалась о том, когда сама заведу малышей. Однако мама говорит, что уже много лет видит во сне моих детей. Маме снятся очень яркие сны. Папа говорит, что это видение, как у Иосифа в Библии, того самого, что носил разноцветный плащ и был продан в рабство в Египте. Отец даже купил маме плащ, как у Иосифа, из овечьей шерсти, раскрашенный в разные цвета и сотканный в единое полотно, чтобы ей было что надеть по пути на запад. Та пожурила его за лишние траты, но явно была рада. Погода стоит жаркая, но мама по-прежнему не снимает плащ. Ей всё время холодно, а малыш Ульф вечно голоден. Она говорит, что её старое изношенное тело не готово было выкармливать ещё одного ребёнка. Но Господь рассудил иначе. Господь и наш папа. Я сказала отцу, что пора бы оставить маму в покое. Я искренне хотела промолчать, но иногда стоит мне что-то подумать, и слова сами срываются с губ. Папа до сих пор меня не простил, а мама страшно ругалась. «Наоми Мэй, если я захочу, чтобы мой муж оставил меня в покое, мне ничто не мешает самой ему об этом сообщить». «Я знаю, мам. Ты всегда говоришь, что думаешь. Я вся в тебя». Это её рассмешило. До меня доносится голос мамы. Она говорит бедняжке Элси Бингам, чтобы та встала на колени. Я прячу в сумочку блокнот в кожаном переплёте и карандаш. Беру Ульфу и несу его Герти, нашей козе, которая пасётся вместе с выпряженными из повозок валами. Мама попросила меня забрать малыша. Его плач нервировал Элси, да и места мало. Трава вокруг дороги редкая, и всё, что здесь росло, уже съедено под корешок. Между камней пробивается ленивый родничок. Животные столпились вокруг него. Я дёргаю Герту за вымя, но та даже не поднимает головы отменкой лужицы, из которой пьёт. Я ловлю в ладонь тёплую стройку молока, обтираю им вымя, а потом подношу Ульфу к козе, чтобы его голодные, изогнутые в форме лука губки обхватили сосок. Если присесть и положить малыша к себе на колени, можно доить животное и кормить ребёнка одновременно. Со временем я успела приловчиться, а Герта привыкла и уже не пытается убежать. Я никогда раньше не встречала таких покладистых коз. Обычно они возмущённо вопят точно израилетяне, когда Моисей уничтожил их золотого тельца. Герта блеет, чем сбивает меня с толку. Я замираю. Звук повторяется. Это не Герта. «Элси родила», — говорю я малышу Ульфу. Тот смотрит на меня снизу вверх. Мама говорит, что со временем его глаза станут такими же зелёными, как у меня. «Слава Богу», — выдыхаю я. Моим словам вторит мистер Бингам. «Слава Богу», — гремит его голос. Мужчины выпрямляются, забыв про сломанное колесо. Папа издаёт торжествующий возглас и хлопает мистера Бингама по спине, радуясь за него и бедняжку Элси. До меня доносится ещё один клич. Я не обращаю внимания, и меня отвлекает малыш, который вертится у меня на коленях, и мысли о новом младенце, только что пришедшем в мир. Наверное, это Уэб и Вилл присоединились к общему ликованию. Стоит мне подумать об этом, как я встревоженно вскидываю взгляд. Нет, звуки не похожи на голоса моих братьев. Кругом холмы, овраги и валуны. Множество мест, где можно спрятаться. Из-за ближайшего утёса возникают индейцы верхом на лошадях, вооружённые копьями, украшенные перьями и обрушиваются на нас. Один из воинов окровавленными руками зажимает рану на животе, и из которой торчит стрела. Я цепенею, не веря своим глазам. Не мог ли Уилл случайно его подстрелить? Герта вырывается и убегает. Я успеваю заметить, что молоко продолжает капать из вымени, оставляя влажные следы на сухой земле. Валы тоже разбредаются, а я не могу пошевелиться. У меня на глазах индейцы набрасываются на папу Уоррена и мистера Бенгама, взъерошенные, с закатанными рукавами и пыльными потными лицами. Мужчины успевают лишь растерянно уставиться на налётчиков. Отец падает, даже не вскрикнув. Уоррен пятится, протестующий, выставив перед собой руки. Мистер Бенгам пытается прикрыть голову, но безуспешно. Дубинка жутковатым звуком разбивает ему лицо, и он падает ничком в придорожные кусты. Я прижимаю Ульфа к груди, застыв с разинутым ртом. Передо мной вырастает воин. Его волосы развиваются, обнажённый торс блестит, а рука сжимает дубинку. Я хочу зажмуриться и зажать себе уши, но оцепенение не позволяет мне этого сделать. Я могу лишь смотреть прямо на него. Он издаёт яростные вопли и заносит дубинку. Я слышу, как меня зовёт мама. «Наоми! Наоми!» Но последний слог резко обрывается. Меня сковал лёд на уши, горят огнём. Каждый крик боли и каждый победный клич достигают моих барабанных перепонок и отзываются многократным эхом. Воин пытается вырвать у меня Ульфа, но я не отпускаю. Не потому что сильные, а просто руки окаменели от ужаса. Я не могу отвести взгляд от своего палача. Тот что-то говорит, но для меня его речь лишь набор бессмысленных звуков. Я продолжаю смотреть. Воин заносит дубинку над моей головой. Я прижимаю щекой кудрявой макушке Ульфа. Тупой безболезненный удар оглушает и ослепляет меня. Время ускоряется и вновь замедляется. Моё собственное дыхание отдаётся у меня в ушах. Я чувствую, как прижимаю к груди Ульфа и в то же время будто поднимаюсь над собственным телом. И откуда-то сверху вижу последствия резни. Папа и ворон. Мистер Бингам. Индейцы со стрелой в животе тоже мёртв. Разноцветные перья трепещут под мирным синим небом. Это и впрямь стреловило. Теперь я в этом уверена, но я нигде не вижу ни его самого, ни Уэба. Мёртвого индейца закидывают на спину лошади. Мрачные лица его спутников искажены гневом. Они ничего не берут из повозок. Ни муку, ни сахар, ни бекон. Не берут и волов, которые остаются мирными даже посреди резни. Но остальных животных индейцы уводят с собой. И меня. Меня и малыша Ульфа. Повозки они сжигают. Усилием воли я пытаюсь подняться ввысь, к небу, где меня ждут мама, папа и ворон. Некоторое время я провожу в блаженном забытии. В полупрозрачном бреду. Но я не умерла. Я иду вперёд, по-прежнему держа Ульфа на руках. Что-то дёргает и тянет меня вниз, сокращая расстояние между моим парящим сознанием и шагающим телом. Натяжение усиливается, и я понимаю, что у меня на шее верёвка. Верёвка натягивается, когда я спотыкаюсь, и снова ослабевает, стоит мне выпрямиться. На негнущихся ногах я бреду следом за бегем пони. Пятна на его крупе напоминают кровь, которая пропитала парусиновые стены повозки бенгамов. Как же много было крови. И криков. Крики, вопли. А потом тишина. Сейчас тоже тихо, и я не знаю, как долго иду в этом странном полузабытии, глядя перед собой невидящим взглядом. Прячусь от осознания происходящего. Внезапно накатывает жуткая тошнота. Она застаёт меня врасплох. Я падаю на колени, и каша, которую я съела на завтрак много часов назад, оказывается на земле. Травинки, над которыми я наклонилась, щекочут мне лицо. Ульф заходится плачем. Верёвка у меня на шее натягивается, и перед глазами всё плывёт. Чья-то рука хватает меня за косу, заставляя приподняться. Индейцы начинают спорить между собой, выхватив оружие. Ульф всё кричит, не умолкая. Я прижимаю его к груди, трущикоя его щёчку, и говорю ему на ухо. «Тише, Ульф». Звук моего голоса пугает нас обоих. Я не знаю, почему до сих пор жива. И почему же, Ульф? Моя кожа горит в ожидании боли. Я готовлюсь к тому, что в любую секунду мне рассекут лоб клинком. Этого не происходит. Я поднимаю взгляд на ближайшего индейца. Тот с шипением подносит кончик ножа к моему лицу, чуть ниже правого глаза. Я чувствую боль от укола. Из ранки выступает кровь. Тяжёлая капля медленно ползёт вниз по щеке. Его спутники улюлюкают, и эти крики заглушают плач Ульфа. Я вскакиваю на ноги и пытаюсь бежать, но верёвка на шее дёргает меня назад, и я падаю в собственную рвоту. Человек, который порезал мне щёку, снова запрыгивает на лошадь. Мы продолжаем путь. Теперь с высоты за мной наблюдает лишь мой собственный страх. Сама же я проваливаюсь в милосердное цепенение. Ни мыслей, ни боли. Я по-прежнему держу брата на руках, а где-то там, у меня за спиной, вместе с дымом горящих повозок, растворяется в небе вся моя жизнь. Май, 1853 год.